Добрый день, дорогие наши телезрители! Я вас приветствую на канале Универ ТВ. Сегодня у нас очередной выпуск программы «Татархисторы», в которой мы говорим о богатой и яркой интересной истории татарского народа, народов Татарстана, в целом тюркской культуры, как составной части общероссийской и евразийской цивилизации. И я, ведущий в студии Фахрудинов Раиль. Сегодня мы поговорим по очень актуальной теме. Это тема сохранения национальной идентичности татарского народа, прежде всего, за пределами республики Татарстан. Это в окружающих нас регионах, в республике Башкортостан, в Западной Сибири, в Астраханской области, ну и так далее. И это, прежде всего, конечно же, касается тех этно-территориальных групп татарского народа, которые мы, как обычно называем, астраханские татары, сибирские татары, мишары и так далее. И я с большим удовольствием хочу представить сегодняшнего нашего гостя и эксперта, доктора исторических наук, доцента кафедры истории Татарстана Марину Маратовну Имашеву. Здравствуйте. Здравствуйте, Рая Жалюбович. Я знаю, Марина Маратовна, что вы имеете отношение непосредственно и к астраханским татарам. У вас корни из астраханской области. И сегодня мы с вами поговорим об астраханских татарах, о том, какие у них сегодня существуют проблемы, что их волнует. Но я хотел бы начать вопрос немного с другого. А каково происхождение астраханских татар? Ну, это очень сложная на самом деле тема, которая сегодня является предметом очень активного обсуждения на научных и на популярных площадках, в соцсетях. И прежде всего всех интересует, кто такие астраханские татары. Еще один вопрос, который возникает, к сожалению, у многих людей, которые очень далеки от научной постановки вопроса, и которые транслируются в социальных сетях, что астраханских татар вообще как этноса не существует. На самом деле это не так. Это этно-территориальная группа, которая формировалась очень долго, на протяжении столетий. И если говорить о этнической составляющей, то астраханские татары – это составная общность, которую составили три группы, так скажем, татарско-ногайского происхождения. Самый ранний компонент, которых собственно иногда и называют астраханскими татарами, это юртовские татары. На сегодняшний день они составляют, наверное, около 40 тысяч населения Астраханской области. Есть точка зрения в науке, что юртовские татары – это собственно население астраханского ханства, которое было завоевано Иваном Грозным и вошло в состав российского государства. Вторая точка зрения, что это пришлое в конце 16-го или начале 17-го века население Копчакское, которое пришло из степей граничащих. Сегодня это граница Астраханской области, республика Казахстан, и пришло на территорию Астраханского уезда тогда в составе российского царства. Как бы то ни было, это самый древний пласт, старый пласт. Юртовские татары живут компактно в селах Наримановского, Приволжского района Астраханской области и в самом городе. Собственно, по языку, по культуре, так случилось в моей жизни, что самые близкие друзья моей и моей семьи – это как раз юртовские татары. Они себя не отделяют от татарского этноса, хотя сегодня некоторая группа есть, так скажем, этномиссионеров. Да, мы сейчас с вами об этом отдельно поговорим. Но часто наши слушатели, студенты, прежде всего, когда мы даем оценку этнополитических процессов, в прошлом, в настоящем часто интересуются, а кто такие карагаши? И вот далее. Второй компонент в составе астраханских татар, этнических, – это карагаши. Их до революции еще называли кундровскими татарами. Ну и нагайцы-карагаши появились в пределах современной территории Астраханской области в XVIII веке. В 1730-40-е годы эта часть Малой Нагайской Орды была подчинена калмыками и переселена с территории Ставрополья Кубани на территорию Кочевик-Калмыков. После того, как само калмыкское ханство распалось, они вышли из подчинения калмыков. Вот эти нагайцы остались на территории Астраханской губернии. И было принято решение тогда имперской власти, что их там и оставить. Они поселились компактно в пределах Красноярского уезда. И во всех, в частности, в переписи имперской 1789 года, были записаны татарами. Кроме того, к этой части татар, после того, как Букеевская Орда была присоединена, были включены туда служилые татары казанские, которые служили на пограничной линии в Букеевском. Ханстве, так называемые колпаки, они тоже вошли в состав нагайцев. Это, наверное, первый контакт этнический. Взяли себе жен, остались там. В последствии уже в XIX веке появляется третий компонент. Тоже с конца XVIII века. Это небольшие, так скажем, ручьи. А в XIX веке полноводные ручьи – это переселенцы, уже, собственно, средневолжские татары из средневолжских и приуральских губерний. В основном это нижегородские, пензенские, часть небольшая саратовской и сказанской губерний. Они поселяются в городе, хотя первые татары казанские были переселены по указу Екатерины II. Были основаны села в пределах Астраханской области, они существуют. И сегодня они, и антропологические татары казанские, находятся на территории также Наримановского района. Ну и два небольших села на территории самого отдаленного Черноярского района. И, собственно, эти села постоянно, ну, был период, когда ездили за невестами наверха, да, привозили себе жены оттуда. А потом уже в XIX веке, когда наладились контакты, начались активные брачные связи между представителями вот этих всех трех групп. И сегодня, вот забегая, может быть, вперед, скажу, что не для карагашей, не для юртовцев, не для татар в Астраханской области браки между представителями этих групп не являются смешанными, явлением смешанным. Вот у вас прозвучало, не для карагашей, не для юртовских, не для татар. Все-таки карагаши, да, и юртовские татары — это часть татарского этноса? По самосознанию... Астраханско-татарского. Это абсолютно часть астраханско-татарского этноса. Это вот три компонента, которые сформировали эту этно-территориальную группу. Причем влияние шло и как в отношении... То есть, ну, есть такой термин, который, вот, к сожалению, очень активно, в негативном смысле сегодня использует вот эти круги, да? Вот, вы знаете, у меня в связи с этим вопрос. В последнее время мы наблюдаем на территории Астраханской области активизацию. Ну, вот вы уже использовали термин этно-массионеры, некоторые наши политологи используют термин политтехнологи. То есть, возникает достаточно в острой форме некий спор о том, что карагаши, карагаши, как некоторые говорят, юртовские татары — это не часть татарского этноса, это часть нагайского этноса. Вот внесите, пожалуйста, ясность, в чем причина возникновения и насколько эти споры сегодня очень острые. Все-таки вернусь к XIX веку, и в XIX веке в границах самого губернского города Астрахань сформировалась очень большая, значимая община. Тюрко-татарская, абсолютно татарская. И она по численности уступала только казанской, то есть даже уфимской, оренбургской, они по численности были далеки от астраханской. То есть 27 тысяч в Казани татар, в Астрахани 19 тысяч. И были очень активные связи с татарским миром. И преподавание в медресе, и в мектебах карагашских, юртовских, в самой Астрахани велось именно на татарском языке. Нам всем известно имя астраханского просветителя, татарского Абдрахмана Умерова. Он Карагаш, его родители переехали из Ситовки, это два села было основано, вот, Карагашских, когда вышел указ о том, что они могут остаться в пределах Красноярского уезда, Ситовка и Хажетаевка. И они переехали в Астрахань, где поселились вот этой самой Махаля. Это название до сих пор осталось. Можно спросить у старых горожанин, скажут, а, там Махаля татарская, еще прибавят татарская Махаля. Там было несколько аулов, Карагаш, Аул, Хазан, Аул, уже по самим названиям, да. И все это было в пределах Зацаревского села или Тияк, Юртовского села, когда-то пригорно. Потом это вошло в состав города. Еще более удивительный феномен, что сюда вошло и население трех дворов, гостиных по названиям Бухарский, Гелянский и Агрыжанский. То есть когда-то это были сарты, когда-то это были азербайджанцы суниты, да, Гелянские дворы. А впоследствии, уже в конце 19 века, они настолько были ассимилированы, что стали частью вот этой татарской общности, астраханской городской. И ни у кого не вызывали вопросы, почему обучение в медресе у самого Абдрахмана Умерова, который был учеником Марджани. Причем, да, он себя считал именно представителем татарской просветительской мысли. Да, мысли, и он продолжал традицию, он обосновал новометодное медресе, в которое стремились представители всех тюркских национальностей. Там очень большой кумыкский был составной компонент. Продолжателем дела Абдрахмана Умерова стала Абдрахман Ниязи, он туркмен по национальности. И все принимали вот эту ведущую роль татар, и все соглашались с тем, что община татарская. Вот я являюсь автором монографии общественного движения, татарское общественное движение в Астрахани в конце 19-20 века. Просмотрела огромный комплекс архивных документов. Там ни в одном документе нет названия, что вот астраханские ногайцы, да, там про все, про все села. Про Хожитайовку, Сиитовку, про юртовские села, Тияк тот же, да, Осыпной, Бугор, Клинчи, про переселенческие села, линейные, про всех говорят татары. Это в восприятии, значит, было администрацией. Но кроме того, и сохранилось множество прошений из того же Сиитовского, от того же Сиитовского общества, допустим. И там старики пишут, мы, татары Сиитовского села, мы просим разрешить нам создание сельского культурно-просветительского татарского мусульманского общества. Да, вот именно. Преселенные свадебные обычаи, которые транслируются во всех вот этих селах, вне зависимости от того, какая вот составляющая, да, этническая изначально там проживает. Мария Маратна, вот у меня еще, знаете, какой еще вопрос. Я все-таки не ответила же на вопрос, чем это связано. Когда, и до 64-го года во всех селах преподавался татарский язык. При этом, конечно, дома разговаривали на своем вот языке. Татарский понимают все. Папа у меня карагаш, мама как раз-таки казанская татарка. Я знаю и эту сторону, да, и эти составляющие. И получается так, что свадьбы, допустим, да, карагаши, вот я вспоминаю, мне-то было 10-12 лет, на любой свадьбе пели. Экс-азматор Козлар, потом уже Айрл Магас, похоже. То есть общие песни. Общие песни. Танец нагая, ну вот карагаши, да, он не нагайский, он не кавказский абсолютно, он существенно отличается. То есть это плясовая, есть исследования, и здесь в Казани тоже транслируются эти танцы. То есть здесь больше общего, конечно, с татарским. Национальный инструмент, на котором играет карагаши, это гармошка саратовская, да, ну не играют на Кавказе на этом инструменте, там другие. И еще раз говорю, браки во втором, в третьем, в четвертом поколениях не являются явлением, как бы, ну, на них не смотрят, как на смешанные браки. Вот даже история моей семьи, это абсолютно нормальное явление для Астраханской области. Хорошо. Вот вы сейчас проблемы Кавказа немножко так вскользь затронули, да? Да, у меня в связи с этим вопрос. В последнее время десятилетия усилились миграционные процессы, в том числе и внутренние миграционные процессы. Вот насколько они, как они отражаются на территории современной Астраханской области? Я, прежде всего, поясню. Я имею в виду внутренние миграционные процессы, прежде всего, Северного Кавказа. Ну, для Астраханской области как раз именно эти процессы актуальны. То есть, например, для Татарстана, это мы видим по улицам, да, на Казани, что здесь очень большой компонент миграции тюркской из республик Средней Азии. А для Астраханской области это не является характерной чертой. Миграция идет с Северного Кавказа. Традиционно дорога с Северного Кавказа, она идет через Астрахань, через Нижнее Поволжье. И железнодорожный путь, ветка на Москву, и автомобильные дороги. И с конца 80-х, начало 90-х даже, началась активная миграция населения Северного Кавказа. Представители, прежде всего, аварских групп республики Дагестан и чеченцев в Астраханскую область. Определенная часть и нагайцев, и кумыков, но они не доминируют. Но вместе с тем, в пространстве принимающего общества, они являются общим, целым. То есть представители Северного Кавказа. Они переселяются со своей идентичностью, абсолютно понятно, со своими традициями, в том числе и религиозными. Здесь произошла действительно встреча в Астрахане тюркского ислама и кавказского. И это еще, думаю, будет предметом многих изучений, многих исследований. И вот в контексте этого миссионерства я очень слежу за сетями в фейсбуке по поводу идеологической борьбы за умы астраханских татар по проблемам идентичности. И самое печальное, что первую скрипку здесь всегда играют почему-то эксперты с Северного Кавказа, со Ставрополья, с Нагайского района Дагестана. Вот связи астраханских татар с Казанью, с Татарстаном, что они ждут, устраивает ли их тот уровень отношения с нашей республикой? Как сегодня ситуация? Ну, для юртовских татар и для, соответственно, потомков татар-переселенцев этот вопрос вообще не стоит. Хотя сейчас еще раз говорю, есть определенная группа, так скажем, людей, которые активно продвигают вот эту идею юрт-ногай. Но сами юртовские татары, да и нагайцы-карагаши тоже, они всегда не видят проблемы. Для них всегда Казани татары родные, родственные, родня свои. То есть, разговаривая на бытовом уровне, со своими родственниками, со своими друзьями, они не видят проблемы. Он говорит, мы всегда с татарами. Для нагайцев-карагашей, да, когда-то они были частью нагайского этноса. Но прошло уже 200, ну, 250 лет, да, с тех пор, как они оказались в зоне влияния татар. Опять-таки, вот эти смешанные браки, они никуда не делись, да. Изучение татарского языка, опора на татарские, богословскую мысль, интеллектуальную мысль, безусловно. И даже я такой вопрос иногда задаю. Ну, даже тем, кто вот продвигают мысль, что мы не татары, да, я спрашиваю. Вот у вас дети, вы куда их, в Махачкалу пошлете учиться или в Казанский университет? Все смеются, ну, конечно, в Казань. При этом очень активно участвуют в проектах Всемирного конгресса татар, вот татарской молодежи, татарских мусульманских деятелей. С татарами связи, конечно, многовековые уже. Воспринимают, вот на бытовом даже уровне, вне, да, научных вот этих дискуссий, тем более политтехнологий, воспринимают все как единое целое. И даже я спрашиваю своей 90-летней бабушке, карагашке, я спрашиваю, ты кто? Она так, ну как, татары мои? Ой, ногайлармы, бис? Я говорю, а татары? Ну, и астраханские татары? Я говорю, а Кавказ? Не-не-не-не, Кавказ не. Астраханские татары, а астрахан татарлары бис? Вот так. А мне в связи с этим вопрос. Вот неоднократно вы уже говорили, карагаши, ногайцы, то есть ногайский компонент, он, конечно же, присутствует, без сомнения. А вот в ментальности, скажем, в культуре тех ногайцев, которые проживают в Астраханской области и тех ногайцев, которые приезжают с Северного Кавказа, это один народ или все-таки есть свои особенности? Это абсолютно видно, что это разные уже народы. Отличаются по языкам, да? Язык понятен. Язык, если говорят, вот на карагашском, да, но там много казахизмов уже в этом языке, много татаризмов, действительно. Ну, зона взаимодействия, она понятна. Но самое главное на уровне ментальности. То есть все-таки ногайцы дагестанские, ну, кавказские, да, они вошли в зону влияния именно кавказского народа, их традиций, ментальности кавказской. Наши карагаши, да, они выразители именно тюрко-татарской ментальности, тюрко-татарских традиций. Хотя с 90-х годов и ансамбли привозят, и юртовцы ходят, и татары-переселенцы ходят на эти концерты. Почему бы и нет? Это интересно. А ногайцы и на Гайбаке это одно и то же, нет? Нет, конечно. На Гайбаке это же крещеные. Там же есть несколько версий, да, на Гайбаке, ну, что это якобы те, кто в Сюмбике, да, оборонил Казань и поселились в Оренбургской области. Вот. На Гайбаке к ногайцам, на мой взгляд, никакого отношения не имеют, хотя, может быть, когда-то они были выходцами, корни какие-то имели. Ну, и здесь тоже все-таки современные ногайцы, я считаю, что это не те ногайи, которые были у Эдигей. Вот это ключевое, да. Не случайно во многих русских летописях, древнерусских летописях, именно Нагая, извиняюсь за тавтологию, они зачастую и в летописях фигурируют, как ногайские татары, Нагая и так далее. Конечно. Ну, вернемся к Татарстану. Вот сложилось впечатление, что все хорошо или все-таки проблемы какие-то существуют, какие-то ожидания есть у астраханских татар? Может быть, что-то мы, ну, не до конца выполняем ту культурную составляющую, которую они от нас ждут. Вот ваше мнение. Я считаю, что да, Татарстан здесь немного недорабатывает, так скажем. Прежде всего, очень остро стоит вопрос обучения национальном языке. Я знаю, что есть активисты, есть потребность в изучении языка в селах моноэтничных и юртовских в том числе. Когда-то был факультатив, в нескольких селах остались они на уровне факультатива. Нет учебников, нет программы, нет, в конце концов, поддержки из Татарстана. Мне даже одна учительница говорила, мы живем как-то сами по себе, как будто мы к ним никак не относимся. Но мы же хотим изучать язык, дети спрашивают, родители интересуются. Тем более в том контексте, что, к сожалению, в Астраханской области в годы советской власти на 100% удался эксперимент по русификации и деисламизации тюрко-мусульманского мужчин. Я подозреваю, что вот тот вакуум, который в настоящее время возник, вот этими как раз нагайскими этномиссионерами и предпринимается попытка заполнения этого вакуума. Или я не прав? Наверное, да. Вот понимаете, даже я вот когда росла в Астрахани, в 90-е годы, месяца не проходило, чтобы не висела афиша, чтобы татарский концерт, татарский спектакль приехали, собирались люди, семьями ехали, где-то понимая, где-то не понимая. В нулевые это все куда-то пропало. То есть, чтобы вот такая массовая культурная деятельность была налажена, этого нет. То есть, в советское время все-таки контакты были более сильные? До 64-го года и татарский язык изучался в моноэтничных школах, до реформы Хрущенко. Мария Маратна, а вот на Астраханской земле памятники деятелям татарской культуры, в целом татарской может быть науки, есть какие-то памятники? Конечно, Астрахань вообще регион, так скажем, где столкнулось много этносов, проживают в мире. Ну, если говорить о татарских деятелях, есть памятник Габдуле Тукаю. Фарид Мухаммедшин сам приезжал на торжественное его открытие. И это на территории бывшего села Тияк как раз находится сейчас, это территория города. Рядом близлежащую школу 74-я, она тоже носит имя Габдуллы Тукаю. Есть памятник Мусседжалилю. Кроме того, еще раз говорю, это многонациональный большой город. Есть памятник Гейдару Алиеву, есть памятник Курмангазы, есть памятник туркменскому поэту Мухтамгули. И есть памятник Ногайскому просветителю Абдухамиду Дженебекову. Кстати, ученику Абдрахмана Умерова создатель Ногайского алфавита на базе кириллицы. И он астраханец, сам тоже карагаш. Обучался в татарском медресе, очень хорошую книгу издали в черкеске, «Сокровище слов Сюз Кузнасе». И там документы архивные, фотографии Дженебекова. Учатся в медресе Усмания, по-моему, национальности, народности татарин. Ну вот мы с вами вспомнили о памятниках Итукаю и Дженебекову. Но вот, к сожалению, в последнее время все-таки мы наблюдаем участившиеся случаи проявления некоего шовинизма. Я поясню, что я имею в виду. Это последнее печальное событие. Это то, что памятник Итукаю и Дженебекову, они подверглись вандализму. Вот как вы думаете, это говорит о том, что на астраханской земле в Астрахани есть элементы национализма, шовинизма? Или это все-таки не объективный показатель тех настроений, которые существуют в Астрахани? Некое такое исключение из правил. Ваше мнение какое-то? Мое мнение, что все-таки определенные проявления национализма, они существуют. Причем, опять-таки, подогретые они, как я думаю, есть два фактора. Это очень сложная социально-экономическая ситуация в регионе. Мало рабочих мест, низкие заработные платы ухудшаются с каждым годом. С другой стороны, это миграция с Кавказа и в целом восприятие русским населением, увеличивающие числа мусульман. А я вам сразу хочу задать вопрос. Северный Кавказ, хорошо, миграционные потоки, да? А при чем тут Тукай? К сожалению, восприятие многих православных, ну не православных, русских, это я куда-то не туда, русских людей нет разделения между... То есть, есть понятие русский и нерусский, а все остальные нерусские и значит. Но это крайнейший... Но это тенденция или все-таки это рядовой случай? В прошлом году, в 19-м, подверглась осквернению городское мусульманское кладбище. Это тоже было очень... Могилы там в основном городских, татар, казахи, тюркское тоже население. Тоже был пост в фейсбуке на странице Духовного управления мусульмана Астраханской области. Да, все это очень печально. Кстати, о памятниках. Это что-то шум такой был в прошлом году по поводу становления памятника Ивану Грозному в Астрахане. Это опять-таки вот связано с русским, ну так скажем, национальным, да, националистическим движением общества. Белый Орел, по-моему. Ну это, да, это Белый Орел. Но это политическая акция или нет? Как вы считаете? Ну, это пробы сил. Это пробы сил, я думаю. Потому что традиции толерантного многовекового мирного существования на Астраханской земле никто не отменил. Никогда не было конфликтов на межнациональной почве. И на этом фоне, когда возникает вот этот вопрос, и это трактуется как вот позиция русской части общества, да, ведь так было заявлено, да, ведь так, это определенный вызов. А кроме того, это породило и раскол в едином тюркском этносе, да, единстве. Причем, если казахи сказали, нет, не нужен этот памятник, очень непонятна позиция вот руководителя Ногайского национального общества в этом. А какова их позиция? Что мы не против памятника установления Ивана Грозному, что это он только татарам там много сделал, да, плохого. А мы не татары, памятник ставить надо, потому что вот би-исмаил, он наоборот был за Ивана Грозного. Ну, это абсолютно не историческое. Ну, позиция, которая идет в ущерб, во-первых, тюркскому единству, во-вторых, ну, подрывает единство вот именно астраханских татар. Ну, смотрите, как раз вот эта история с памятниками, да, в том числе и с памятником Джанибекову, на мой взгляд, является показателем, как шовинистически настроенная часть общества, да, астраханского относится к тем же Ногайцам. Так ведь? А для меня показатель, знаете, чего? Что на самом деле, вот как раз-таки, вот эта шовинистическая часть русского общества вообще не делает отличий между астраханскими, внутри астраханского татарского сообщества, что для них и Габдула Тука, и Абдул-Хамид Джанибеков, это представители одного этноса, вот и все. Да, скорее всего, так оно и есть. Ну, все-таки хотелось бы о позитивном, но я очень надеюсь, что все-таки это не тенденция. Я думаю, что в Астраханской области, на астраханской земле, веками складывавшаяся традиция такого этнокультурного некоего единства все-таки возьмет верх. И общаясь в Астрахани еще в прошлом году, и с простыми Ногайцами, и с населением русским населением, с татарским населением, я понял, что в принципе отношения, они достаточно ровные, они достаточно уважительные. И на мой взгляд, вот те процессы, которые там происходят, это без сомнения, конечно, результат тех умников-политиканов, которые, к сожалению, вот это культурное многообразие, и в то же время симбиоз культурный, он, конечно, они его пытаются разрушить. Ну, все-таки хотелось бы закончить позитивом. На ваш взгляд, какие перспективы этнокультурного развития астраханских татар сегодня вы могли бы назвать? Я думаю, что это прежде всего создание общих проектов культурных. Это создание каких-то совместных даже с Республикой Татарстан программ по обучению языку, по образованию, по, опять-таки, концертной деятельности. Это, безусловно, надо еще и кадры ковать, потому что еще одна проблема в Астраханской области – это отсутствие тюркологического образования как такового. Регион, который исторически тюркский, с 300-тысячным населением, с 250-тысячным, не имеет школы своей тюркологической. Хотя это территория Золотой Орды. Я даже знаю, что на раскопки туда ездят археологи из Татарстана. Нет своей школы научной. И отсюда вытекают вот такие идеи дешевые популистские, которые направлены на… Ну, карагаши, юртовские татары сохранят свою татарскую идентичность? Юртовцы – 100%. Карагаши? Для карагашей у них уже есть, я знаю, определенные… Было в 90-е годы, о, мы нашли своих кавказских братьев, нам разрешили, да, такие контакты. В принципе, раньше никто не запрещал. Хотя вот, опять-таки, на протяжении веков, ну, не было таких контактов обширных. Были контакты с татарами. И никуда от этого не денешься. Была эйфория, какой-то был период, ребята даже туда свататься ездили. Сегодня усталость. Вот даже на бытовом уровне, нет, у них другая ментальность. Татары вот наши, татары… Ну, вот на этой позитивной ноте мы, наверное, сегодняшнюю встречу будем завершать. У нас сегодня в гостях была доктор исторических наук, доцент кафедры истории Татарстана Казанского федерального университета и Машева Марина Марата. До скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok